Если же говорить о западных мультфильмах, то невольно в голове появляется название компании Дисней, пожалуй, главного производителя полнометражных анимационных мультфильмов. Однако компания производит не только мультфильмы. Один из таких проектов «Счастье» — это лента, в которой собраны семь историй, каждый из которых имеет добрый финал и по-своему доказывает, что все достойны счастья. В создании сценария для одной из новелл участвовал и тюменец Шамиль Агаев, который сегодня у нас в студии. Шамиль, доброе утро. Здравствуйте. Ну, скажем честно, обычный парень из Тюмени, сценарист Диснея, звучит, ну, это как минимум удивительно. Расскажи, как так получилось, что ты принял в этом всем участие? Ну, я пишу со школы рассказы, сценарии, всякие забавные штуки, вот, и периодически участвую во всяких конкурсах, так как хочу связать свою жизнь с кино. Вот, и один из таких конкурсов — это вот как раз диснеевский оказался, как вы сказали, там семь историй, собранные в один фильм. Шесть историй писали профессионалы, седьмую взяли из народа. И, собственно, победитель конкурса, его история легла бы в основу этой самой седьмой короткоментажки внутри фильма. Вот, я отправил свою работу, и там первый этап был, 14 работ отбирались по лайкам, и из 14 работ уже победители выбирали жюри. Собственно, я по лайкам прошел, и сказали, что победитель станет известен в день премьеры фильма. То есть тебе целый год тишина, ты не знаешь, кто победит. И потом, собственно, за день до премьеры, когда я жду, вот, выйдет фильм в Тюмени, пойду в кинотеатр, узнаю, выиграл я или нет, мне за день звонят из Москвы, говорят, вы выиграли, прилетайте, я бегом покупать билеты, полетел, вот, и не веря. Ну вот, как ты уже сказал, что ты побывал на премьерном показе фильма в Москве, и помимо того, что прошел по красной ковровой дорожке, удалось ли тебе пообщаться с кем-то из мастодонтов, отечественной кинематографии? Да, это была даже цель, потому что, вот, получается, фильмы посмотрели, начался фуршет, я понимаю, что у меня скоро рейс, я сразу взял билет обратно, и я понимаю, что я лучше пропущу рейс, чем не поговорю с этими людьми, а среди людей, ну, все их знают, не по именно, но по фильмам точно, я кратко перечислю, это Павел Лунгин, который, Павел Лунгин у нас снял, остров фильм и фильм «Царь», у нас Владимир Грамматиков там был, который снял советский фильм «Усадый нянь», и был Владимир Хатиненко, который снял «72 метра». Вот, со всеми с ними получилось пообщаться, ну, я спрашивал, ну, естественно, я хотел, чтобы они сказали «Эй, парень, ты такой крутой, иди к нам работать», но этого, конечно, не произошло, вот, я спрашивал, вот, что бы вы посоветовали, вот, первая такая победа, серьезная, что бы мне делать дальше? Ну, они, как бы, довольно сухо ответили, что, мол, продолжай, не бросай. Единственное, вот, Владимир Грамматиков, который «Усадый нянь», он дал почту свою и наказал никому ее не говорить, мол, да, и прям «Эй», и дал свою почту, говорит, мол, присылай идеи, какие будут, вот, мы, мы пару раз поддерживали переписку. Ну, мы надеемся, да, что ты этим воспользуешься, и все у тебя сложится, как ты хочешь. Расскажи, как ты пишешь сценарий, потому что это безумно интересно, откуда эти идеи берутся, как ты решаешь, куда повернет сюжет? Ну, тут все довольно нетривиально, оно у всех, в принципе, творческих людей одинаково, то есть идея приходит сама собой, просто потому что так работает мозг. То есть в любой момент, в автобусе… Именно в автобусе, вот идея конкретно для вот этого сюжета пришла ко мне именно как раз в автобусе. Вот, идея приходит абсолютно спонтанно, это просто потому что так работает мозг. Вопрос в том, как эту идею превратить в полноценный сценарий. Это самое сложное. Здесь уже подключается, это прям целая математика. То есть как идею максимально выжать из нее все соки, рассказать так, как проработать персонажей, как в какую сторону завернуть сюжет. Это уже практически чисто математика, то есть большой мыслительный процесс, ты обдумываешь, а что если так, а что если вот так, то есть поднакидываешь, накидываешь, это довольно непросто. Шамиль, ты мыслишь как действительно творческий человек, а какое у тебя образование? Ведь мне кажется, сценарист должен владеть хотя бы азами режиссуры, да? Образование у меня экономическое, то есть я самоучка, да, и насчет азов вы отчасти правы, то есть это профессии смежные, сценарист-режиссер, но никто же не упрекнет Спилберга в том, что он не пишет сценарий. Точнее он пишет, но не ко всем фильмам и не целиком. То есть кто-то хорошо владеет написанием чертежей к фильму, а сценарий является именно чертежом, потому что, например, в книге, в рассказе ты можешь написать там «Петр задумался о своем предназначении», ты в фильме так не можешь сказать, тебе надо показать это зрителям, да, это то есть принципиально разные вещи. И главное понимать этот киноязык, хорошо, когда ты умеешь делать в равной степени и то и другое, и писать сценарий и снимать, но большинство людей не хороши в чем-то одном, и это как бы абсолютно нормально. Но мы знаем, что ты сейчас набираешь команду таких же увлеченных кинематографом людей, правильно ли мы понимаем, что это связано с каким-то новым проектом? Да, именно так. Сейчас идет набор команды в свете вот этого события и разных публикаций, дали везде ссылку на мой профиль ВКонтакте, можно же говорить в ВКонтакте? Да, конечно. Вот, меня легко там найти, если кто-то, если у кого-то есть техника, он умеет с ней работать, то есть звуковики, операторы, монтажеры, я всех с удовольствием приму, вот, меня очень легко найти ВКонтакте, Шамиль Огайев, город Тюмень. Вот, и очень важен тот момент поиска продюсера, то есть если бы кто-то владел достаточными ресурсами для того, чтобы, просто, например, есть проекты, которых, для реализации которых достаточно энтузиазма, собрались ребята, пошли поснимали, для других нужны какие-то ресурсы, то есть, например, есть сценарий, где нужно перекрывать дорогу в центре города, вот, и это надо договориться с ГИБДД, с администрацией и так далее, то есть, и вот для реализации таких вещей, конечно, нужен продюсер, вот, который, если такой найдется, конечно, это было бы очень крайне прекрасно, если нет, то мы будем снимать на энтузиазме. Ну, все, друзья, Тюменскому кино быть, Шамиль Агаев, находите его ВКонтакте, и пусть кинематограф у нас живет и будет жив. Спасибо большое, желаем тебе удачи и в твоих планах. Спасибо, всего доброго. До свидания.